Привет всем любителям бокса, это Дмитрий Моисеев. И сейчас я хочу все-таки кратко с вами поделиться своим мнением о прошедшем вчера поединке между лидером среднего веса казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниелом Джейкобсом. Те, кто подписаны на мою страницу, на страничку блога ВКонтакте, знают, что вчера у меня был день рождения, что отмечал я его не дома в Саратовской области, а в соседней Самарской области. Тем не менее, несмотря на то, что условий смотреть этот бой у меня не было, я этот бой посмотрел, и это был действительно хороший подарок мне на мой праздник, потому что я действительно являюсь прежде всего поклонником бокса, который ждет ярких конкурентов поединков. То есть, ну, разные люди ждут от бокса разного. Кто-то одностороннего избиения, кто-то быстрых нокаутов, кто-то конкурентных поединков и драматичных поединков, как, например, проводников Брэдли. Я всегда, потенциально, думая о тех или иных боях, стараюсь, ну, не стараюсь, у меня вообще такой склад, наверное, ума, я думаю о поединках в худшем свете, ну, думаю о них потенциально, что они будут хуже, чем они, возможно, могут быть. То есть, думая о поединке Головкин-Джейкобс, я думал, что или все-таки Гена попадет и классически добьет своего соперника, или если все-таки у Джейкобса все получится, он будет хорошо двигаться, будет вести бой аккуратно и услышит все-таки гонг. Таков был мой прогноз в группе BoxingBets блога, поэтому я постоянных подписчиков блога в очередной раз призываю подписаться на соцсети, потому что там я часто публикую те материалы, которых нет в видеоформате. И сразу могу сказать, что бой превзошел все мои ожидания, потому что, да, Джейкобс в итоге пропустил, упал, но выстрел, поймал кураж и сделал то, что всем предыдущим соперникам Геннадия не удавалось. То есть, он навязал равный бой, он взял немало раундов. В общем, в каждом поединке есть свои нюансы, но если забыть о нюансах, и опять же я написал это в соцсетях, мы увидели примерно повторение сценария боя Ковалев-О, когда претендент упал, но успешно вернулся и взял немало раундов. Только в отличие от поединка Ковалев-О, мы все-таки увидели справедливое, на мой взгляд, решение. Мне задавали, допустим, вопросы на канале на ютубе, я надеюсь, отвечу на данный вопрос. Там человек считал, что Джейкобс данный бой выиграл. Я считаю, что если бы не было нокдауна, то корректно можно было бы говорить о любом исходе боя. Если вы, по сути, данный поединок, являясь поклонником Головкина или являясь приверженцем версии, что чемпиона нужно побеждать уверенно, то победил Головкин. Справедливость здесь и ничья. Если судить бой с симпатией к Джейкобсу, можно было бы говорить, что победил Джейкобс. Но нокдаун меняет все. То есть это на самом деле одно жесткое дополнительное очко. Чтобы даже вытянуть ничью в этом поединке, Джейкобсу уже нужно было брать большинство раундов. Большинство раундов Джейкобс не взял. То есть, если даже судить с симпатией к нему, ну, можно было отдать по раундам 6-6. Но опять же, вот этот вот лишний нокдаун все меняет. Поэтому, на мой взгляд, здесь, ну, нечего особо обсуждать. Да, с непривычным перевесом, но Головкин побеждает в этом поединке. А теперь, в общем-то, то, из-за чего я записываю это видео. Какие выводы мы должны сделать из этого боя? Есть люди нейтральные, адекватные, к которым, ну, я отношу себя и, надеюсь, вы со мной согласитесь. А есть вот две большие категории. Упоротые фанаты Головкина, которым, к сожалению, большинство, и хейтеры Головкина, которых достаточно тоже много. Значит, фанаты Головкина. К которым, как я понимаю, относились и комментаторы на казахстатском телевидении. Я об этом читал в комментариях. Они проталкивают такую позицию, что тот равный поединок, который мы увидели, это хитрый план Геннадия Головкина и его команды. Что они специально попридержали, что называется, Геннадия. И Геннадий попридержал себя, чтобы вот разыграть такой спектакль перед Саулем Альваресом. Мол, они увидят, что Геннадий уязвим и быстрее согласятся на этот бой. Бред. Это бред. Это серьезный вид спорта. Это топовый уровень. Дэниел Джейкобс действительно один из лучших средневесов на настоящий момент. Крупный средневес, который не стал мучить себя с гонкой веса, у которого получилось реализовать свой план на бой. Если вы думаете, что у Геннадия такой запас и такое преимущество перед его соперниками, что он может себе это позволить, то вы просто фанатик. Вот и все. Такая же позиция в свое время была у ярых кличкофилов, которые считали, что братья Кличко специально... Ну, они могут накрутировать своих соперников в любое время, но они специально себя придерживают и накрутируют их в поздних раундах не потому, что они не могут это сделать, а потому, что им выгодны вот эти вот паузы между боями, потому что они с каждой паузы получают лишнее бабло. Такой же был бред. Вот и здесь такой же бред. Геннадий боксировал так, как мог. Да, он отправил своего соперника в нокдаун, а когда тот не был потрясен, продолжил и даже прибавлял от раунда к раунду, да, Геннадий тоже был по-своему удивлен этим и где-то не смог перестроиться, где-то и сам подустал. Поэтому бой для него сложился так, как он сложился. Вторая позиция, которая присуща критикам Головкина, которые делают из этого боя такой вывод, что, мол, вот видите, первый серьезный соперник Головкина, и он чуть ли не проиграл, то есть был мешкобоем, сам мешок и так далее. Бред с другой стороны. Еще раз говорю, Дэниел Джейкобс действительно топовый средневес. То, что многие вспоминали поражение Пирогу, там, нокдаун от Мора и так далее. Вот Джейкобс там вел бой с Пирогом, он был тогда молод и неопытен. С Морой, ну, не ожидал, хотел быстро победить, полетел. Знаете, Геннадий тоже, когда чувствует себя в безопасности, часто нарывается на лишние атаки и так далее. Здесь Джейкобс знал, с кем встречается, и я надеялся, что он будет хорошо двигаться. Так в итоге и было, но то, что во вторую половину боя он еще и начал действовать на куважей достаточно нагло, ну, супер. Не надо из этого делать вывод, что Геннадий мешкобоец и ставить его уровень под сомнение. У практически всех легенд и топовых боксеров всех лет были сложные поединки. У Али, у Джо Луиса, у Шугурре Леонарда, у Роберто Дюрана и так далее, и так далее, и так далее. Геннадий победил по делу, Геннадий победил действительно топового соперника. И, в принципе, единственный вывод в минус Головкину, который я могу сделать, это то, что, да, Головкин после того, как в привычной манере его соперник не сломался психологически и физически, Головкин подсел и не смог давить все 12 раундов, потому что я, если честно, все-таки думал, что если Головкин будет в характерной манере постоянно давить и ловить соперника, то, как он сделал в четвертом раунде, у Джейкобса шансов в итоге все-таки не будет в последний третий бой. Но Головкин отпустил и подарил сопернику возможность провести бой так, как Джейкобс в итоге провел. Это вот единственный минус. По поводу будущего Джейкобса, я не хотел бы, чтобы он сразу проводил реванш с Головкиным. Джейкобс интересен сейчас сам по себе. У него, я думаю, множество интересных вариантов. Пусть он их реализует. Что касается Головкина, отличный вариант с Сондерсом, объединение титулов. И, ну, Альварес понятно. Опять же, возвращаясь вот к этой версии, что вот теперь, вот когда команда Альвареса увидела, что Головкин уязвим, они проще согласятся на этот бой. Но вы же не думаете, что Альварес и его промоутер Далахой такие дауны, что вот все мы видим этот вариант, они этот вариант не видят. Команда Головкина примет решение о выборе Альвареса или все-таки дальнейшем его избегании в соответствии с какими-то своими там внутренними желаниями, целями и финансовыми. Ну, выгоден этот бой или нет. А этот спектакль, ну, естественно, никто на это не будет ориентироваться. Поэтому бой Головкина-Альварес все еще самый ожидаемый, но на самом деле бой с Сондерсом ничуть не хуже. Потому что если у Головкина будет абсолютно все титулы в среднем весе, то все пути неизменно будет вести к нему. Вот и все. Вот такие мои мысли. Жду ваших. Надеюсь, вы со мной согласны. Ставим лайки, подписываемся. Будет еще много интересного. В частности, анонсирую юбилейный строковой выпуск блога, где вы увидите топ-10 сильнейших средневесов всех времен. Там, в частности, ну, косвенно сравним Геннадия с топами этого веса. До новых встреч. Пока.